Это алматинские компании и учреждения намерены открыть в Ак-Тюбе свои представительства, а также наладить производство продукции. Об этом стало известно накануне в ходе встречи Акима области с предпринимателями из Южной столицы. Мероприятие стало завершающим в рамках проведения Дней города Алматы в Ак-Тюбинской области. Развитие внутренней кооперации позволит вывести казахстанский бизнес на новый уровень, что приведет к созданию дополнительных рабочих мест и снижению безработицы. К такому выводу пришли участники встречи, на которой помимо алматинских предпринимателей присутствовали и местные бизнесмены. Вы знаете, что в Казахстане очень хорошо развивается внешняя кооперация со всеми странами мира, но теперь и внутренней. Это, в первую очередь, поддержка наших своих товаропроизводителей, второе – это снижение импорта, но третье, конечно, увеличение объема товаров в казахстанском содержании. Я думаю, что каждый бизнесмен, каждый руководитель мечтает наладить хорошие контакты с алматинскими коллегами. Отметим, что в рамках проведения Дней Алматы в Ак-Тюбе прибыла большая делегация предпринимателей во главе с заместителем Акима Южной столицы Ирланом Аукеновым. Они ознакомились с работой предприятий в сфере сельского хозяйства, промышленности, строительства, торговли, банковского сектора и образования, после чего сразу несколько предприятий выразили намерение развивать сотрудничество с актюбинскими предпринимателями. В торговой сети Алматы это Магнум и Бекер, известная ресторанная сеть Алматы и Бармиджан и группы, ведущие предприятия легкой промышленности Казвенпром, производители дезинфицирующих средств Аврора и другие намерены открыть филиалы в области производственной части торговых объектов. Немецкая транснациональная компания БАСС мировой лидер химической области рассматривает возможность локализации производства по строительной химии. Второе, тут руководители ряда банков, в том числе банка Астаны, Азия, Кредитбанка, Тебельбанка, в целом и другие, подороги для ассоциаций финансистов Казахстана, она также здесь присутствует, имеет возможность не просто изучить инвестиционный потенциал, для инвестирования заранее определить те проекты, которые сейчас приобретены для области, их профинансировать. Так, со стороны банковского сектора есть большое количество предложений по привлечению инвестиций в экономику Актюбинской области. Планируется привлечь средства банков на строительство финансового центра. Некоторые филиалы алматинских финансовых учреждений уже активно работают в Актюбе и заинтересованы в развитии сотрудничества. Актюбе и Актюбинская область для нас являются стратегически важными. Мы выступили в этой регионе уже 2,5 года, в 13-м году в конце открылись. Мы успели за столько раз на время на работе в порциал и проинвестировать, в том числе и по государственным программам свыше 2 миллиардов тенге и порядка 22 проектов. То есть мы планируем и дальше, и с этой стратегией поддерживать, мало ли, бизнес такого региона, открытый диалог, открытый новый проект. Есть интерес у алматинских предпринимателей в сфере строительства. Так, ряд предприятий намерены развивать сотрудничество и поставлять стройматериалы, что позволит повысить процент казахстанского содержания при возведении объектов. В региональном продукте сфера строительства занимает 6,8%. Сегодня мы видели ассортимент, это и арматура, и это лифтовое хозяйство, это лакокрасочные продукты. Это те товары, которые мы до этого времени закупали за границей, импортировали. Поэтому, сотрудничая, наши застройщики увеличивают казахстанское содержание, что дает им способствовать, участвовать в государственных закупках. Также планируются наработки по энергосберегающим технологиям. В рамках пилотного проекта алматинская компания «Балхан» отправила в октябре несколько светодиодных уличных ламп. Идет сотрудничество и в сфере электроэнергии. Наша компания, это порядка 13 тысяч на обиновании запасных частей, материалов, которые используются в производстве электроэнергии. Часть их производится здесь, в Актюринске. Здесь по месту мы уже, говорят, посмотрели, представляет большую интересность. Думаю, мы дальше продадим, делимся, сравниваем технические характеристики. То, что, я лично, это лично мое мнение, может, не совпадает, я лично считаю, если что-то делается лучше в Караганде или в Актюринске, в Актюринске, это дело, в конечном итоге, это карстанское содержание. По мнению необходимости, мы то, что в Актюринске поддерживают, те продукции, которые будут выпускаться здесь, это в Актюринске, это капельная проводниковая продукция, это продукция, которая необходима будет для наших электросетевых хозяйств, мы будем здесь приобретать и заключать на базу. В развитии сферы торговли ламатинские предприниматели также намерены вносить весомый вклад. Крупнейшие торговые сети планируют открывать в Актюринске свои представительства. Так, известная сеть супермаркетов «Магнум» будет строить торговый центр. Строительство торгового центра, вот, о кем городе сидит, никаких проблем нет по отношению к земельным участкам. Без всяких сносов, если будет снос, год будет ждать этот снос. Надо найти такое место, чтобы сноса не было. Лясь, с ним дома, отработайте. Определились торговые сети, намеренные налаживать в нашем регионе производство и развивать собственную сырьевую базу. Мы хотели бы называть свою сырьевую базу в области и встречались как раз с Ухтар Савельевичем, с вашим драмом сегодня по поводу организации здесь сырьевой базы, Курм-РС. Мы уже приобрели крестьянское хозяйство в село Байгань. И там хотим сейчас взять МРС-базу под нашим производством. Также планируется поставлять в Ак-Тубе лакокрасочные изделия и бытовую химию. Кроме того, алматинские бизнесмены рассчитывают открыть центр тестирования педагогов и бизнес-школы при университетах. Все проекты нашли полную поддержку у Акима области и Бердебека Сафарбаева. Теперь, чтобы вот эта наша встреча, вот эти наши разговоры не остались здесь, за этим столом, я вот поручаю своему заместителю и вас прошу, и нам надо составить совместный протокол по каждому пункту. Я хотел бы попросить вас, уважаемые руководители, вот вы сейчас, многие из вас сказали, откроем филиалы, откроем представительства, будем строить там торговые центры и так далее. Я хотел бы, у нас есть такая нехорошая привычка, все это откладывать на долгий ящик, на долгий ящик не надо.